Чем обновленный ночной охотник может превзойти американский Апач? 14 января 2019 года РИА Новости Чем обновленный ночной охотник может превзойти американский Апач? Ми-28 НМ Источник изображения, фото, Григорий Ша Russianplanes.net Москва, 11 НФРИА Новости Николай Протопопов Вдвое увеличенная дальность обнаружения целей и повышенная скрытность Мощный двигатель и высокоточное ракетное вооружение Скоро российская армия получит усовершенствованную модификацию ударного вертолета Ми-28 НМ Ночной охотник доработали по итогам применения в Сирии Сейчас проходит гасиспытание Об особенностях этого вертолета в материале РИА Новости Продвинутая начинка от своих предков самых распространенных в мире боевых вертолетов Ми-24 Ночные охотники унаследовали тандемную посадку экипажа И, хотя штурману и пилоту при такой компоновке сложнее взаимодействовать Военные эксперты уверены, плюсов у этого конструктивного решения больше, чем минусов В первую очередь лучшая обзорность у командира, который видит объекты на земле и в воздухе во всех направлениях Единственное, чего не хватало Ми-28 первых серий Дублирующего комплекта органов управления Повышающего живучесть машины при ранении одного из членов экипажа Такая схема уже успешно внедрена в учебно-боевом Ми-28 УП В новой версии ударника у сидящего за командиром штурмана тоже есть ручка управления и педали Ми-28 НМ Источник изображения Фото Григорий Ша Russianplanes.net Модернизация затронула и внутреннее оснащение кабины Летчики смогут получать более полную информацию об окружающей обстановке и работе всех систем машины, что облегчит взаимодействие и ускорит принятие решений в боевой обстановке Усилено бронирование Экипаж теперь защищен от пули снарядов калибра до 20 мм Кроме того, повышена устойчивость к боевым повреждениям за счет особых материалов и конструктивных решений Например, лопасти несущего винта вертолета сделаны из композитов, что позволяет безопасно завершить полет, даже если в них попадет снаряд калибра 20-30 мм Доработанная конструкция топливной системы исключает взрыв или возгорание горючего От ракетных атак Ми-28НМ прикроют современный оборонительный лазерный комплекс этого года и его будут ставить на все ночные охотники В перспективе лазерные системы смогут не только уводить вражескую ракету от вертолета, но и выжигать матрицу ее головки самонаведения Ми-28НМ источник изображения Фото, Григорий Ша Russianplanes.net Инженеры серьезно довели до ума радиоэлектронное оборудование Ми-28 Так, антенну радиолокационной станции сноса переместили на втулку несущего винта и прикрыли сверху сферическим обтекателем Это помогает эффективнее работать с бортовым высокоточным оружием, в том числе и самонаводящимися ракетами За счет постоянного кругового обзора сокращает время поиска и уничтожения целей В целом быстродействие бортовой вычислительной машины повысилось в десятки раз Вертолет оборудовали новым прицельным, навигационным и разведывательным комплексами и системой управления, позволяющей экипажу садиться вслепую То есть ночной охотник стал действительно всепогодным и всесуточным вертолетом, способным уничтожать любые цели от танков до беспилотников Вместе с новой электроникой Ми-28НМ получил новый двигатель ВК-2500П российского производства Мощность на чрезвычайном режиме возросла с 2700 до 2800 лошадиных сил, на взлетном с 2400 до 2500 Применяется система автоматического управления, которая значительно упрощает техническое обслуживание, повышает безопасность полетов Еще одно новое решение — особая конструкция несущего винта, дающая значительный прирост в скорости Максималка Ми-28НМ увеличилась почти до 325 км в час Вооружение по большей части останется таким же, как и на Ми-28Н, проверенная временем 30-мм пушка 2А-42 с боекомплектом на 300 патронов Управляемые ракеты «Воздух-Воздух» ТР-60, Тур-Вихрь, 30-мм гранатометы, неуправляемые ракеты, 12,7-мм или 7,62-мм пулеметы Единственное новшество — вертолеты оснастят дальнобойными противотанковыми управляемыми ракетами 9М-123М «Хризантимовым» с двухканальной системой наведения В августе 2018-го на военно-техническом форуме армия представили экспортную версию Ми-28Н с этим вооружением Не исключено, что такие же ракеты получит и ночной охотник для российской армии Кроме того, рассматривается вопрос установки бомбового вооружения 30-мм пушка 2А-42 источник изображения CC by SA 4.0 Vitaly V Казмин 30-мм пушка 2А-42 на Ми-28Н Кроптимидж Ударная конкуренция Специалисты говорят о значительном превосходстве Ми-28НМ над главным американским конкурентом А 64Д Apache D В частности, военный представитель при московском вертолетном заводе ОКП имени Миля Евгений Полуянов отметил особую эффективность поражения воздушных целей российским вертолетом По его словам, это достигается за счет оснащения Ми-28НМ новейшим ракетным вооружением Стоит отметить, что боевой путь Apache намного длиннее карьеры российского коллеги Американец стоит на вооружении середины 1980-х и уже претерпел несколько этапов модернизации Впервые его применили в ходе вторжения США в Панаму в 1989-м Apache уничтожали иракские объекты в операции «Буря в пустыне» Гоняли талибов в Афганистане и атаковали боевиков Хизбаллы в Ливане Американский вертолет A 64 Apache Архивное фотоисточник изображения AFP 2018 Lyujin Опустошители, как называют Ми-28Н в НАТО, успели полноценно повоевать только в Сирии В Арабской республике как раз и выявилось несовершенство некоторых узлов радиоэлектронного и оптического оборудования В том числе очков ночного видения пилотов Воздушно-космические силы потеряли там одну машину Ми-28Н разбился в районе города Хомса Но, как сообщили в Минобороны, вертолет не был спит Кроме того, Ми-28Н успешно применялись вооруженными силами Ирака при освобождении от террористов ряда населенных пунктов Авиационные специалисты готовят вертолет Ми-28 к вылету во время учения отдельного вертолетного полка на аэродроме Черниговка в Приморском крае Источник изображения, РИА Новости, Виталий Янько Впрочем, по словам авиационного эксперта и главного редактора журнала «Взлет» Андрея Фомина Сравнивать Ми-28НМ и последние версии американских Апачей пока преждевременно Поскольку российскому вертолету еще предстоит пройти несколько этапов гасиспытаний Проводится закономерное и своевременное повышение характеристик вертолета за счет замены оборудования на более современное А также расширение номенклатуры вооружения, сказал Фомин РИА Новости В конструкции летательного аппарата вряд ли что-то сильно изменится По составу оборудования Апачи превосходили первые модификации серийных Ми-28 Но после модернизации некоторое отставание российской машины, думаю, будет преодолено Вертолеты Ми-28Н пилотажной группы «Беркунты» во время выступления на выставке авиационной и морской техники «Гидравиасалон-2014» в Геленджике Источник изображения, РИА Новости, Михаил Макрушин 11 января 2019 года Права на данный материал принадлежат РИА Новости Материал размещен правообладателям в открытом доступе